локомотив и лацо бьются за возможность играть в финале кубка обладателей кубков пока 0-0 в первом матче в москве в перекладину попал кристиан вьери вот он вместе с марсело салласом готовится начать вторую половину локомотива были в основном дальние удары был перспективный штрафной минут за 10 до перерыва и в принципе если говорить о структуре игры железнодорожники лацо не уступили но чуть чуть ближе к успеху были гости пока ничья 0-0 жильвейсер французский арбитр проверяет готовность голкиперов и сейчас отправить команды на второй тайм составы напомню руслан негматуллин защищает ворота хозяев был момент когда пришлось ему серьезно вступить в игру но помимо попадания в перекладину там и без него обошлось в ере бил например на 30 минуте получив передачу от салласа ну вот замену локомотива смертин покидает поле выходит дмитрий ласьков по 14 номером дмитрий ласьков и так замена в центре поля и будем надеяться что ласьков что-то придумает а а пока рикошет едва не позволил отличиться локомотиву лука маркеджа не успел переложиться мяч отбить на угловой серьезный шанс и главное серьезный настрой локомотива мы видим но состава чуть позже лаврик правый защитник 10 номер не очень привычный для игрока обороны у него на противоположном фланге под вторым номером алексей арифулин это гуренко оставляет мяч ну долго ну точнее черевченко здесь не виноват пятый номер черевченко 6 чугайнов играют центре ему конечно не вдомек было что так вот партнер задумает забегание за него смерти на заменил ласьков у него 14 номер 7 8 гуренко еще подача четвертый харлачов третий дроздов вот как раз харлачов с мячом удар поворотом передача дальше и в атаке 11 номер булыкин 9 джанаши очень ярко проявляющий себя в этом розыгрыше кубка кубков форварды на счету булыкина четыре гола за за джанаши забил пять мячей главный тренер юрий сёмин свиньерон эриксон статистика первого тайма пока что удары 86 в створ 4 4 не очень опасными были практически все но как раз самый реальный шанс был когда мяч створ не попал перекладина крестьяна вере и так состав латсо маркиджане в воротах в обороне панкара 15 и фавали 5 на флангах в центре 11 михайлович и 2 паула негра прорыв саласа ну это случайный свалившийся мяч ноги который попал в створ уж не знаю как та самая статистика будет его расценивать полузащита два опорных двадцатый станкович 25 альмейде ну и получается так 4222 у латсо дальний удар это в створ безусловно и нигматурин мяч забирает едва отпустит ломбарда седьмой номер двадцать первый дэла пенья разрозненно они действуют не очень видны но в атаке конечно грозная пара девятый номер марсела салас и 32 кристиан вере от россия россия скандирует болельщики вообще сезон за сезоном удачно выступают российские команды в розыгрыше разных турниров и спартак добирался до полуфинала кубку и фа локомотив играл в полуфинале кубка кубков пас на ломбардо нигматурин вообще обоюдо острая пошла игра отдохнули футболисты поле тяжелое и концовка первого тайма подчеркнула все сложности и темп слегка наупал я напомню что вторые таймы локомотиву в целом удаются этом турнире и вот когда итальянские журналисты выделяли особо игроков локомотива спрашиваешь об этом футболистов соперника как правило они отделываются фразами типа все опасные а вот журналисты всегда раскладываются по полочкам и они отметили джанаши отметили особо его хитрик матч с макаби в четвертьфинале так вот хитрик классический хитрик джанаши я сделал во втором тайме на понятие классического хитрик это три гола подряд одного футболиста в одном тайме такое может несколько архаическое но существующие вот пожалуйста джанаши автор такого хитрик а в четвертьфинале нынешнего розыгрыша пас вперед на вере спокойно мяч забирает нигматуре часто гуренко смещается в глубину за этим мячом но под прессингом торопливую сделал передачу здесь хорош ласьков пас на ход булыкину а тут в другую сторону стал разворачиваться кстати те же итальянские журналисты которые с удовольствием давали интервью рассказывали о своей команде спрогнозировали крупную победу лаца здесь в московском матче и вообще уверенный выход в финал но пока ноль-ноль и не сказать чтобы вы цели имели игровой перевес черевченко сыграл аккуратно вот здесь у ласкового мяча тила ломбарно отобрал станкович очень опасен и удается прервать эту передачу напряженный взгляд юрия семина действительно рисуют картину глазами тренера все было очень и очень угрожающе но положение вне игры зафиксировал арбитр на ближней бровке сэрш вален олен оги работает поодаль за наши удар до ударов много сегодня но пробить маркиджане такими ударами это конечно утопия надо попадать по углам и по возможности добираться до более их грозных позиций фавали он сегодня капитан в отсутствие алисандра несты вообще состав конечно очень серьезный у лацо и трансферные слухи обещают по окончании сезона появление еще нескольких звезд сержи краньотти мы вспоминали о нем с вами в первом тайме вознамерился выиграть чемпионат и вообще собирать титулы но вот один уже есть в этом периоде его правления и работа эриксона кубок по штрафную а вот это настоящий шанс пытался сыграть противоход в дальний угол посылая мяч евгений харлачев джанаша тоже хорош подготовив эту атаку и сейчас он продолжает лаврик с мячом движется белорусский защитник штрафной но с неудобной ноги пробил поворотом недоволен семен трещит по швам плексиглаз скамейки запасных да конечно момент был изумительный здесь прошел защитника вот верхом в дальний угол и все и шансов никаких у маркиджане который уже начал присаживаться не катнуть мяч а чуть-чуть затянувшись подбить его щечкой может даже мысочком туда поближе к перекладине но момент момент у локомотива первый настоящий момент в матче потеря гуренко и зазевался и потом еще правило нарушал но здесь свисток уже звучит и не гуренко партнер приближавший страховать в подкате стелется и дает шансы на штрафной традиционный вид руслан нигматулина очень высоко натянутые тренировочные вот эти вратарские штаны забавно иногда он выглядит одно для нападающих в этом виде нет ничего комического как правило нигматуллин лишает их верных возможностей забить 0 0 матч локомотив лацо в черкизове штрафной и справа будет подача это сторону ворот очень опасно мяч улетает к угловому ох а кори фулину было тяжело да и всем защитником всей обороне локомотива куда в результате улетел мяч даже не на угловой а еще раз за боковую джузеппе панкара бросает штрафную и снова на опережение в обороне играет локомотив и булыкин тащит мяч вперед сохраняет его джанаше открыт но здесь здорово паула негро разобрался возвращаясь из чужой штрафной уже на своей половине поля центральный защитник лацо сыграл надежно лаврик назад центр обороны чугайна пришел даже не чугайна черешников развернуться однако свободы это не добавило его позиции лацо он начал прессинговать сильный удар вперед 10 минут позади во втором тайме борьба за мяч локомотивом выиграна но обратите внимание как включились полузащитники и нападающие римлян в этот мощный прессинг и как сложно локомотиву в эти минуты пас вперед передача проникающая и тут уже приходится маркиджане играть ногами брать мяч руки нельзя давление серьезное на панкару ну а теперь уже александр бородюк разминается мы уже видели одну замену вышел ласьков вместо смерти на олег пашинин альберт царкисян николай рыднюк алексей поляков конечно да есть еще маминов владимир маминов вот он может в полузащите оригинально сыграть ну и конечно бородюк бородюк с его гигантским опытом это джокер дополнительный козырь в атаке чаще в концовке конечно но может быть все выйдет и в середине второго тайма подсел джанаша под фавали извиняется перед сегодняшним капитаном латсо посмотрите как быстро разыгрывают не желая сбивать темпа гости этот мяч вообще игра именно на этой стадии матча пошла очень бурная из той и с другой стороны харлачев отлично освободился от одного игрока рикошетом от второго мячу отправил за боковую сам собирается бросать точно так же как латсо не хочет лишать игру динамики также локомотив не успокаивает ищет свои шансы в атаке и заметьте и момент великолепный создали и чаще стали бить поворотом после перерыва и это обоюдо острая игра вполне возможно и российской команде на руку латсо тоже очень надежен в целом в обороне это признать конечно звезды там играют и защите не только среди атакующих игроков и поэтому нужно раскачать игру джанаша убирает мяч будет штрафное мне показалось что не сам упал джанаша пытаясь вернуть себе мяч вытягивал ногу и попал под явное движение соперника но игру продолжили арбитры черевченко в касание вперед подбор хорлачев панкера ломбарда и локомотив стал накрывать соперника в центре поле по моему даже в последние две-три минуты чуть-чуть по четче именно сыграно сплоченно в полузащите располагаются и передвигаются футболисты локомотива и мяч вот в этих таких равных дуэлях центрополя им достается ласьков джанаша снова быстрый перевод на чужую половину поля и теперь к линии штрафной на салатса ломбарды рядом совсем потерявшийся де лапенья отбирают у него мяч железнодорожники но лацо высоко очень встречает еще один шанс для атаки и снова мяч не доходит до форвардов локомотива лаврику бросать особенно некуда только назад чугайнов а здесь совсем уже некому побороться был период активности локо но сейчас лацо играет очень уверенно альмейда нет это салас показалось по прическе неужели подумал я и опорный полузащитник перешел к атакам но нет это все-таки марсела салас и пас вперед на тире ломбарда тот в офсайде оставил мяч нигматуллин капитану локомотива чугайнову ну а тот не стал торопиться дроздов часто опускается пониже для того чтобы мяч захватить джанаше уходит уходит от маркиджане пустые ворота удар гул за за джанаше выводит локомотив вперед нечаянным конечно оказалось это счастье посмотрите как мяч упустил и даже как-то выключился из борьбы защитник но джанаше какую красоту исполнил не только своим кульбитом после гола как он развернулся убрав мяч от маркиджане выхватив свою ногу который пытался схватить в ротарь релацио и какое изумительное решение смотрите мгновенно он уже все просчитал он понимал что защитники несутся туда закрывать ворота за за джанаше его уже шестой гол в этом розыгрыше кубка обладателей кубков 1-0 локомотив впереди до начала этой атаки и несколько предыдущих минут вроде бы были скомканными локомотиву не удавалось держаться чужой половины поля но вот он пас вперед удар вперед и вот она приятно это слышать за за джанаше забил мяч уже успели разыграть мяч центра поля и заработать штрафной футболисты локомотива вот она я имел ввиду не даму которая болеет за локомотив удар михайловича удар неплохой и не просто здесь не гматулину я имел ввиду сноровку форварда тогда в той фразе ну что попробуйте еще раз нет на этот раз не получится убежать у джанаше но интересно было бы посмотреть момент заново из глубины потому что пас вперед даже не очень-то просматривался вроде пытались не позволить себя накрыть защитники локомотива но лацо рискованно и как мы видим необоснованно с этим риском играл слишком высоко на чужой половине поля и позволил джанаше остаться один на один с защитником может быть где-то там помог отскок очка это неважно проворный форвард а главное умеющий завершить эпизод вот так блестяще это серьезное достояние джанаше забил кристиан вьери марсела салас пока забить не могут локомотив впереди в противостоянии с лацо но момент наверняка а может быть и не один у лацо будет это сильная команда она и нагнетать обстановку чужих ворот умеет и конечно класс нападающих может в эпизоде сказаться не нужно отдавать территорию ни в коем случае и вот так дарит мячи тоже не стоит на мой взгляд на замену приготовил и как раз в атаку свин горн эриксон алан бокшич появляется на поле хорватский футболист югославия и хорватия пережили тяжелейший период конфронтации вплоть до войны и разошлись сборные но вот в иностранных клубах очень часто играют друг с другом бок о бок как здесь михайлович станкович и боксич ну а меня и талант боксич кристиана вьери вере сделал очень многое для того чтобы в этом матче и его команда победила и вышла вперед и был ближе всех к успеху в первом тайме но все же уходит ален бокшич хороший сразу момент возник у хорвата достаточно опытный игрок уже 29 лет ему исполнилось влаццо играет несколько сезонов но вернее с приходом эриксона он вновь появился влаццо до этого уходил ювентус салас станкович дэлапеньям ну что-то наконец сможет сделать испанец нет ничего не получилось подкат лаврика и теперь мяч попадает в руку да еще очень болезненно для римского футболиста т.д.н. станкович был харлачов хорошо аккуратно и спокойно красиво вот тут не стоило ласькову ничего изобретать короткий пас партнеру и атака продолжится это карточка салас должен быть предупрежден бросается чугайнов на саласа чуть не хватает за кадык чилийца а тот пошел разговаривать с обиженным им соперником забавно да саласа джанаши вот шевелюру у чилийца убери ну вообще одно лицо и очень похоже по типологии форварды кстати на лицо тоже чем-то похоже после замены в ере на боксича я имею ввиду больших нападающих вот булыкин и напоминающий тоже его внешне ален боксич играет ну карточка саласу обязательно а куда тут деваться то марсела уж извини дорогой но пока что чилийц признает свою карточку я не договорил вначале не дорассказал о том что юрий сомин имел реальный шанс сыграть в полуфинале кубка кубков еще в семьдесят втором году он тогда выступал за московская динамо и как раз перед четвертьфинальным матчем кубка кубков один а вот все в итоге дошли до финала стали первой советской командой участницей финала еврокубка первой российской команды которая и пока единственной которая сыграла в финале турнира вот локомотив может повторить достижение динамовцев но осемин обидевшись тогда на константина бескова за то что он его не поставил на матч четвертьфинале ушел попросил его отпустить перешел в кайрат и не смог сыграть за динамо хотя был очень полезным игроком в тот момент но финале динамовцы уступили глазга рейнджерс сейчас у локомотива шанс вновь выйти в финал и стать второй московской командой которая попадет вот на этой стадии в еврокубке то есть почти к трофею подберется ну а три команды которые трофей завоевывали кстати тот же самый кубок кубков это представители украины и грузии но советские команды конечно киевская динамо в 75 и 86 тбилисская динамо 81 команды наши так всегда мы их воспринимали но сам факт из москвичей в финале еврокубка было только динамо иван дала пенья пас налево из центра передача все легко здесь для юрия дроздова и партнера булыкин хороший разворот скорость можно набрать самому протащить мяч это было здорово и сразу мелькнула мысль ну понятно что не только у меня но и у самого 100 килограммового форварда московского локомотива что нужно идти не делиться мячом рваться к воротам опережая оттирая защитников жаль что не удалось забить 2-0 это уже был бы перевес угловой булыкин заработал разыграли его партнеры отлично кроволочек развернулся прострел мимо руки марки джани мяч пролетает куренко еще одна подача но здесь уверенно играет паула негро и мяч достается уже в свободной ситуации станковича более того упустил он этот мяч за пределы поля михайлович хороший заброс вперед потому что бокс уже открыт и развернулся хорват два защитника перед ним надо достать этот мяч не пуская его за линию ворот угловые не нужны сейчас локомотиву возле владения нигматуллина аллен бокшич в ювентусе надо сказать хорват не самый удачный сезон провел перейдя туда из латсо как раз только три гола 22 матчах вот вернулся и вновь стал потихоньку забивать но конечно трудно ему бороться с вере они конкуренты на эту позицию большого форварда а булыкин вновь рвется вперед пробрасывает мяч поможет ему джанаши кто еще кто третий карлачев штрафной качнуть мяч пробить забегание джанаши ах все-таки дотянулся панкера до этого мяча как хороши контратаки локомотива на этой стадии матча панкера в подкате играешь жестко все же выбивает мяч из-под ноги за за джанаши но тут важно что мяч железнодорожники и всю игру отодвинули перевели на чужую половину поля семьдесят первая минута ну уйма времени еще шансы для контратак появились у локомотива и ими надо пользоваться подача неловкое касание но углового не будет достанет мяч лука маркиджане маркиджане уже выручил не единожды лацо при том что локомотив впереди моменты есть и для того чтобы уйти подальше от соперника но конечно на своей половине тоже ухо в астрон нужно держать и гуренко мы видим и дроздов и карлачев все работают помогая защитникам регулярно джанаши опять какой тонкий прием мяча похоже было на фол до бокса чем мяч не доходит еще один шанс для атаки дмитрий лазьков тонкая идеальная передача на булыкина подбрасывает мяч джанаши за за ну нет 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 не надо торопиться с решением но вот вторая замена готовится у лацо и выходит это серьезно это роберто манчини ну а манчини немного мы поговорили с вами в первом тайме о том что с эриксоном они знакомы очень давно и манчини вместе с виалли играя тогда за сам дори уже будучи звездами клуба по сути пригласили эриксона настаивали на том чтобы швед оказался в генуэзской команде и снова в чемпионате италии булыкин продолжает рваться к воротам вот жаль сейчас потерял мяч дмитрий и делопенья обладатель самого русского из имен в составе соперников шел в атаку кто на подборе станкович богшич ой 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 как опасно ломбардо не надо не надо волноваться во первых теле ломбардо очередной раз в сайт ну во вторых там уже и мяча нет это девятка это сало со меняет манчини правильно я понимаю да марселла салас оба форварда таким образом покидают составе латсо втором тайме поле но манчини он и форвард и не очень он конечно герой сам дори но теперь он и для латсо ярчайшая фигура уж кто кого привел не в сам дори а в латсо наверное эриксон в ответ манчини пригласил и тот благодаря своему опыту и своему глазу своему великолепному пасу очень многое успел сделать для лидерства латсо в нынешнем чемпионате италии ну и вот мы видим как второй год подряд команда рвется в финал прошлом году латсо играл в финале кубка уэфа и уступил другой итальянской команде интеру орлачов на мой взгляд это напрасно абсолютно мечом надо дорожить 15 минут 15 минут до конца на домашнего матча вы оставить ворота сухими значит сделать шикарный роскошный широченный шаг к финалу потому что при контратакующих возможностях локомотива забить когда соперник будет давить на тебя шансы обязательно возник ну вот заканчивается 75 минута орлачов продолжает биться с этим у него все в порядке с настойчивостью трудолюбием но и защитники хороши выбивают очень многие мячи снимают с ног вот так действуя на опережение панкеров вперед недалеко мяч улетел боксич заброс на манчине но тому очень сложно было разворачиваться чем мяч подскочил перед ним и от ворот начинает руслан нигматуллин чугайнов очень мощным ударом послал мяч в центр там михайлович теперь же наше а какой разворот изящнейший панкера уже позади и вырезал мяч на ход карлачеву который регулярно помогает форварда последние минуты ответ лацо снова перехват и снова джанаше перевод на булыкина попробовать подкараулить отскок от защитника но тоже так вот сновать из зоны в зону помогать обороне и сохранять свежесть в атаке крайне сложно заброс вперед панкера опасно станкович прострел боксич и 11 и станкович и по моему роберта манчине поучаствовали в этой комбинации вот как у локомотива голевой момент на 61 минуте возник просто из пары передач в сторону атаки так и здесь угрозы то серьезные вроде бы не было да хорош здесь манчине это он слегка так голеностопом полупяткой подбив мяч себе за спину делает голевую передачу ну и мимо бросившегося вперед нигматулина аленбокс еще отправляет мяч в ворота один-один да оба гола мы посмотрели в повторе только в заключительной фазе и оба раза вроде бы хотелось разобрать проанализировать как оно все дошло до жизни такой но в общем достаточно знания и о том как все завершилось в атаке локомотива голевой поучаствовал по сути только один футболист за за джанаши это он обокрал защитника опередил его обыграл вратаря и забил здесь все же трое хотя тоже такая спонтанная атака получилась у лаца ну и не надо никаких давать возможностей развивать эмоционально прежде всего этот успех лыцалия из-под ноги ломбарда мяч выбит булыкин стелется тут же альмейда дроздов оба играли опасно но дроздов был ближе к мячу и штрафной может быть свободный пользу локомотива даст танкович хорош что и говорить неспроста он забивает много как он поддержал атаку но харлачов похож на станковича в этом смысле да и по результативности в этом розыгрыше и по рисунку игры красиво сейчас отеля ломбарда показывал кроль способ плавания это отбор ивана делопении пас на боксича ай-яй-яй не боксич но мяч срезался с ноги у хорват сам факт что начали принимать мячи на плейни поле локомотива игроки лацию конечно настораживает но станкович манчи не боксич вот таким такой была траектория передвижение мяча перед голом хорватского форварда лацо альмейдам перевоз с алласом не спутаешь потому что салласа уже на поле нет боксич мягкий заброс станкович смотрите где он играет ломбарда манчи не не прошел пас ломбардом или делопение вот их вы по прежнему можно спутать опять же из-за шевелюры панкаро боксич да неприятный какой момент и удар в ближний угол прямо в нигматуре на мяч летел но развернулся же боксич на грозный форвард хотя и не основной но здесь ласьков едва не оставил позади двоих соперников ошибается в передаче булыкин какая пошла сложная игра для обеих команд и вроде бы есть шансы и забить и атаки спорятся раз за разом вот станкович опять после передачи манчи не едва не оказался на ударной позиции но ведь и соперник опасен вы юрий лужков да вот было любопытно послышать сколько зрителей присутствует на матче но оказалось что упомянули только одного логичнее было бы объявить на матче присутствует мэр москвы а также еще 18000 допустим 132 человека и это было бы правильно а то получается все остальные на матч не пришли что ли а кто когда кричит кто зовет локомотив вперед победе и за боковой бросает латсо фавале было касание поэтому нет можно галатулину и в руки мяч брать это конечно не станут арбитр расценивать как передачу назад да впереди через две недели тоже в четверг двадцать второго апреля матч в риме и вот этот счет один один удобен латсо команда в обороне играет очень надежно и локомотива бы все-таки попытаться забить и сейчас в эти минуты десять их остается приблизительно до конца еще один мяч чтобы с победой ехать и заставлять латсо с первых минут лезть на свою оборону атаковать и раскрываться и напомню что мы с вами наблюдаем полуфинал последнего в истории розыгрыша кубка обладателей кубков уфа уже принял решение этот турнир уходит в прошлое команды которые будут выигрывать национальные кубки станут участниками розыгрыша кубка уфа планируется расширить этот турнир ну и лига чемпионов набирает обороты от италии две команды играют лиги чемпионов манчини им латсо наверняка в этот турнир попадет гигантский отрыв от идущий на третьем месте фиорентины д отрыв от милана но вот я говорил о расписании латсо после выезда в москву тут же дерби матч с ромой а потом выезд в турин к ювентусу который хотя и отстает в этом сезоне но конечно всегда очень грозен а у милана календарь то попроще еще одна атака латсо пашу тропную ломбардо офсайт офсайт отеля ломбардо по моему попал 6 или 7 раз уже в положении мне игры сегодня и все-таки александр бородюк уже после восьмидесятой минуты но выходит на поле он заменит зазу джанаши 36 лет александру бородюку очень может пригодиться его опыт он с точки зрения динамики и движения всякий случай на таком отрезке в 10 минут то может быть полезен но и вместе с ним владимир мамин появится ну а опыт это конечно неоценимая вещь 4 сезона за шальки потом фрайбург ганновер 6 лет даже 7 лет почти в германии около 50 забитых мячей в немецких клубах и возвращение в локомотив да вот две замены харлачов и джанаши поле покидают следовательно маминов и бородюк на поле выходит нет прошу прощения не джанаши а булыкин булыкин и орлачев команде уходит ну да остался невысокий форвард да и вторым нападающим станет ласьков вот в этой конфигурации ну и вышел бородюк вот посмотрите какая работа с мячом какая великолепная работа с мячом и как же здорово открылся не два не убежал сейчас тончайший при этом очень габаритный для борьбы с защитниками александр бородюк да хороший был момент и мяч обработал принял ну а ломбарда сейчас в правильном положении чуть ли не впервые нет ну это я шучу помните а телео ломбарда хороший момент в первом тайме имел он развернул чугайного и пробил поворотом попал в створ тоже свои позиции левого крайнего перевод манчини идеальный пас почти не глядя и угловой угловой на восемьдесят седьмой минуте арифулин подставил колено выстроились защитники вот маминов в свежей пока еще футболке но вы знаете поле все-таки выдержала труднейший старт сезона и в этом матче было вполне достойным для полуфинала еврокубка еще одна подача упал там букшич но без черепа помощи ломбарда против лаврика мяч летит центральному кругу бородюк борется это офсайд офсайд теперь не у ломбарда что сенсационно конечно там манчини притаился слева но роберто манчини ален бокшич вышли на замену во втором тайме все-таки козырнули голевым эпизодом можно сказать что эриксон своей замены очень четко просчитал но у лаца вот такой состав с таким великолепным ресурсом с такой скамейкой трудные матчи гораздо проще вытаскивать за уши проигрывал лацо но все же смог найти свой шанс от черепченко мяч уходит за пределы поля теперь альмей дам но если это манчини это вроде бы не так опасно и не самого высокого роста тем не менее скинул мяч сторону боксича роберто манчини продолжается атака лацо на последних минутах не дают поднять голову локомотиву лыцали передача в центр станкович и нигматуллин забирает мяч о какой сложный был эпизод ломбардом еще один заброс плечом отодвигал манчини от этого мяча игорь чугайнов смотрим повтор предыдущего момента станкович обрабатывает мяч и бьет вторым касанием низом но сложился вовремя нигматуллин 90 минута пойдет дело пение пасует назад бородюк выйдя на поле едва не создал один голевой момент но дальше мячи просто перестали к нему долетать а у лацо очередной офсайт 11 у лацо уже в одном раунде прошел соперника за счет выездного гола на старте тогда в гостях было 2 2 дома 11 с лозанной будем надеяться что локомотив в риме забьет сегодня моментов создали не меньше чем грозный соперник чем лидер чемпионата италии и булыкин и джанаши и харлачов но лацо действительно хорош эти минуты вот перехват ласьков заброс на бородюка отступая и с большим трудом пятясь координируясь нелегкой ситуации все-таки защитник этот мяч выбил добавленное время началось черкизове подводим итоги локомотив 4 минуты 4 минуты остается локомотив сумел открыть счет в начале второго тайма игра пошла по моему самое интересное и бурное и обоюдоострое и тут то локомотив улучил свой шанс и блестяще разобрался в эпизоде заза джанаша ушел от защитника выскочил в все-таки взрыв у него в ногах какая великолепная стартовая скорость пробросил мяч мимо луки маркиджане по-моему маркиджане не ожидал от форварда такой комплекции великолепного хода и зазевался ну а дальше джанаша спиной находясь к воротам но давно уже оценив благодаря своему футбольному интеллекту всю ситуацию извернулся и первым же касанием догнав этот мяч послала вот под перекладину пустых ворот туда мчался защитник но выручить лацио не смог локомотив вел до 77 минуты увы не удалось сдержать свежих игроков атаки вперед на правый фланг послали мяч футболисты лацио там оказался станкович здорово сыграл зашел штрафную прострелил бросил в центр но вот дело пенья останавливать его маминов и роберта манчи не вышли на замену аккуратным касанием сбросил мяч дальше тоже появившемуся во втором тайме со скамейки алену бокшичу и бокшич уже бил на поражение метров с 10 прямо по центру чуть мимо нигматулина так счет стал 1 1 но год назад локомотив уступил дома штутберту сейчас ничья с славной командой лацио маминов ну что будет момент вот он момент у бородюка летел мяч в дальний угол александр бородюк тоже мог сыграть свою важнейшую роль в этом матче запасной локомотива и как же изогнулся и как здорово выполнил этот удар на очень неудобной высоте тут и коленом не сыграешь и головой не сыграешь нужно прыгать вытягивать ногу все это смог сделать 36-летний александр бородюк и едва не попал в дальний угол там уже маркиджане не дотягивался 4 минуты добавил жильвей сервера то есть еще минутка есть у локомотива так можно относиться к этому фрагменту матча потому что активнее активнее хозяева бородюк вновь с мячом гуренко дальше влево уходит натыкается на одного игрока тут мяч еще подскакивает другой третий подоспел но смотрите как гуренко развернулся и мяч сохранил ласьков ласьков напрасно сейчас так дмитрий отдал мяч сопернику не спроста показывают крупным планом алена боксича он и за за джанаше стали героями голевых эпизодов но параллельно вернее чуть позже вечером на стадионе стэнфорд-бридж челси примет мальорку первый полуфинал и там в этот же день 8 апреля в четверг ломбарда уже в обороне они в офсайде выбивает мяч подальше локомотив подхватывает еще один шанс для атаки все-таки хочется выиграть домашний матч бородюк оставляет защитнику и сам идет вперед еще несколько секунд а лацио то сгрудился всем составом возле своей штрафной альмейда мимо делопейни мяч проскочил лаврик подбор дроздов дроздов ах потерял все-таки мяч юрий дроздов но и видимо это последний был эпизод полуфинале кубка обладателей кубков апрель девяносто девятого года локомотив латсо 1 1 и надежды на ответный матч да финальный свисток весьера все на этом александр шмурнов смотрел матч вместе с вами до новых встреч счастлива не болейте